Прямой полет из Вашингтона в Гавану занял у Барака Обамы всего три часа. На встрече с сотрудниками недавно открытого американского посольства он заметил, что у президента Калвина Куледжа, посетившего Кубу в 1928 году, эта поездка заняла три дня и прибыла на борту военного корабля. Ну, прежде всего о том, как Гавана встретила Барака Обаму. Встретила она его непогодой, дождем, но вполне доброжелательно настроенными жителями. Вот, например, вчера во время вечерней прогулки по Старой Гаване некоторые кубинцы ждали его несколько часов под дождем и местами даже скандировали «США! США!». Я думаю, что стоит заметить, что, наверное, тут играют роль и личные симпатии кубинцев к Обаме. То есть в этой стране все-таки первый чернокожий президент США был популярен с момента своего избрания, тем более, что он в первый же день в овальном кабинете пообещал закрыть тюрьму в Гуантануму. То есть на Кубе, если можно верить местным рейтингам, его рейтинг выше, чем в США. Мне кажется, что за 20 с лишним лет после распада СССР такое ощущение, что помимо вооружений местным жителям наследства от России досталась в основном советская бытовая техника, москвичи, ну и русские имена. Вот, например, один житель Гавана, его зовут Юрий, брата зовут Владимир. Хотя родились они в период тесной дружбы между Москвой и Гаваной, ни один из них сегодня не говорит по-русски. Мы очень рады визиту Обамы на Кубу. Сейчас все изменится, прежде всего экономика. Сейчас американцы смогут приезжать сюда в отпуск. Это очень хорошо для отдыха и хорошо для людей. Мы хотим, чтобы люди со всего мира приезжали на Кубу. И русские приезжают. Владимир Путин – очень хороший друг Кубы. Владимир Путин – очень хороший друг Кубы. А вот что нам ответил Рэй, местный житель, владелец москвича, на вопрос, хорошая ли у него машина. Нет, но это единственная машина, которую мы можем себе позволить.